Всем огромный привет! Сегодня буду готовить хумус. Хумус это очень вкусная, полезная и питательная закуска, которая содержит огромное количество растительного белка, пищевых волокон, а также много железа. Поэтому, несомненно, она полезна. Готовится очень легко и просто. Оставайтесь со мной, я вам все покажу. Для приготовления нам понадобится нут, оливковое масло, лимонный сок, чеснок, кунжут. Из приправ я буду использовать черный молотый перец, кориандр, чили, тмин и соль. Я буду использовать 250 грамм сухого нута. Я его предварительно замочила в холодной воде на ночь. Сейчас мне его необходимо промыть под холодной проточной водой и затем буду уже отваривать. Промытый хумус я отправляю в кастрюлю. Заливаю холодной водой. Теперь необходимо довести нут до кипения, затем я уменьшу огонь до минимального и буду варить до размягчения приблизительно час-полтора. У меня прошел уже 1 час и 20 минут. Я попробовала, нут достаточно разварился. Теперь я его отключаю, промою под холодной водой и оставлю полностью остыть. Воду после варки нута сразу все вливать не надо, так как она еще пригодится, когда мы начнем измельчать нут. У меня нут уже полностью остыл. Я подготовила тарелку, в которой буду смешивать и теперь буду сюда по очереди все отправлять. Высыпаю нут, добавляю сюда чайную ложку кориандра, чайную ложку тмина, немного красного острого перца. Вы ориентируйтесь на свой вкус и добавляйте так, как вы любите. Черный молотый перец. Солю. Соль и лимонный сок я сначала добавляю понемногу, если что, потом буду добавлять по мере необходимости, чтобы не получилось или слишком соленое, или слишком кислое. Добавляю лимонный сок, 2 столовые ложки кунжута. У меня зубчики чеснока небольшие, поэтому я добавлю 3 штуки и 5 столовых ложек оливкового масла. Три, четыре и пять. Теперь нам необходимо все это измельчить. Я буду это делать погружным блендером. Измельчать необходимо до однородного состояния. Если получается очень густой, можно добавить много воды. При желании приправой можно сначала смолоть, потом уже добавлять сюда. Но мне нравится, чтобы попадались кусочки тмина, либо кориандра. Поэтому я добавляю их целиком. Я нот уже измельчила и вот так теперь у меня выглядит готовый хумус. Если любите более жидкий, добавьте больше отвара. Но я люблю, чтобы он был более такой пастообразный. Также мне нравится, когда встречаются в нем специи целиком. Если вы этого не любите, значит предварительно специи измельчите. Можно вместо тмина сюда добавлять кумин. Это также очень вкусно. Но хумус уже приобретает совсем другой вкус и аромат. Теперь я переложу хумус в чистую сухую стеклянную банку и буду его хранить в холодильнике. Хранить его в холодильнике можно в течение недели плюс-минус. Но у нас никогда так долго он не стоит. Съедается буквально за пару дней. Если боитесь, что испортится, значит сверху можно долить немножко оливкового масла. Но я это делать не буду, так как в течение пару дней с ним абсолютно ничего не случится. Если вам нужно его хранить более длительное время, значит можете его заморозить. Всем приятного аппетита! Живите вкусно! Если вам мое видео понравилось, не забывайте меня поддерживать, ставить лайк и подписываться. Обязательно пишите мне комментарии. Я буду рада общению с вами. Пишите в комментариях, какие видео хотели бы появиться на моем канале. Желаю вам и вашим близким всего только самого хорошего! Всем пока-пока! До новых встреч!